140 лет прошло со дня рождения Леона Абгарыча, уже много-много лет со дня его смерти, и уже все меньше людей, которые его знали лично. Тем не менее, мы постоянно возвращаемся к масштабу его личности. И не потому, что он был директором-основателем нашего института, один из основоположников эволюционной физиологии, академиком, а с моей точки зрения еще и по той причине, что это был человек необыкновенно высоких благородных качеств. И я считаю, что нам очень повезло, тем, кто работает в этом институте, что именно этот человек стоял в основании и нашей науки, и нашего института, и даже то, что памятник стоит Арбели перед нашим институтом, мы в советское время разные памятники могли поставить. Это тоже наша большая удача, и, может быть, на каком-то мистическом уровне памятник Арбели охраняет нас от каких-то плохих поступков. Вот представьте себе, что Леон Абгарович жил в первую половину XX века. Трудно себе найти такой исторический отрезок и в истории нашей страны, да и любой другой, который был бы так наполнен трагическими, драматическими событиями. При этом Арбели занимал очень высокие посты. Он был академиком-секретарием биологического отделения Академии наук, вице-президентом Академии наук, начальником медицинской академии, директором физиологического института, был председателем бесчисленного количества комиссий. Высокое положение можно по-разному использовать. Из очень большого количества воспоминаний его современников я уяснила такую вещь, что Леон Абгарович помогал бесчисленному количеству людей. Он помогал деньгами, устройством на работу, продуктовым пайком во время эвакуации в Казани, спасал людей от ссылок и от большого количества неприятностей, которые преподносило это время. Вот о двух судьбах людей, о его участии в судьбах двух людей я хочу сегодня рассказать. Одному он спас жизнь, а второму, может быть, больше, чем жизнь. Итак, Евгений Михайлович Крэпс. Ну, все прекрасно знаете, что он был долгие годы директором нашего института. Ему институт во многом обязан своим процветанием, успехом. Ну и, наверное, тоже все знают, что в 1937 году Евгений Михайлович был арестован и три года провел в заключении. Вот случилось так, что мы совсем до недавнего времени совершенно не знали деталей всей этой истории, и за что он был арестован, и что, собственно, ему инкриминировалось, и какую роль в его освобождении сыграл Арбели. И вот так случилось, что в Институте экспериментальной медицины образовалась такая инициативная группа сотрудников во главе с Еленой Тихоновой Захаровой, которые получили доступы к архивам ФСБ и день за днем эта группа людей ходила в архивы и переписывала следственные дела своих сотрудников. Переписывали, потому что копировать запрещалось. Надо сказать, что ИЭМ сильно пострадал в эти времена, только 24 сотрудника ИЭМа были расстреляны, а сколько еще было репрессировано. О каждом они собрали сведения, сделали памятник на Левашовском мемориальном кладбище сотрудникам ИЭМа, и при входе в институт тоже у них есть мемориальная доска с указанием всех имен. В фокус их интереса попал и Крэпс, потому что он был одновременно с физиологическим институтом и сотрудником ИЭМа. И они переписывали и следственное дело Крэпса, из которого стало понятно все детали, и там были обнаружены письма Арбели, которые он писал в его защиту. Значит, вот... Ой, сейчас, извините. Да, вот Елена Тихонозахарова выпустила книжку, которая называлась «Евгений Михайлович Крэпс и его время». Там все эти материалы есть в приложении. И кому интересно, можете раздобыть эту книгу, а еще достаточно много экземпляров есть у нас в институте, надо обратиться к Ивану Сухову, он всех снабдит этой книгой. Вот, значит, что же стало известно? Вот, собственно говоря, это уже набранное на компьютере «Материалы следственного дела». Следствием было установлено, что обвиняемый Крэпс установил тесные связи с активными участниками контрреволюционной троцкист-казиновской организации Вайсбергом, Янковским и другими, посещал их квартиры, где устраивались контрреволюционные сборища участников Контрреволюционной троцкист-казиновской организации. Крэпс посещал эти сборища, в которых резко критиковалось мероприятие КПБ и Советского правительства, проводились клеветнические контрреволюционные измышления против руководителей ВКПБ и культивировалась вражда и ненависть. На основании вышесказанного обвиняется по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР контрреволюционная деятельность. Виновный себя не признал. Ну, здесь указана фамилия человека, заключается показаниями какого. Я не хочу его произносить, потому что, чтобы это не звучало в негативном ключе, мы все прекрасно знаем, какими способами добывались признательные показания. И кроме того, он сам был отправлен на Соловки, а потом в 1939 году вместе с большой группой соловецких заключенных расстрелян в урочицу Сандармох. И, короче говоря, да, и вот следственное дело, это дело отправлялось в особое совещание при НКВД. И вот через две недели уже было постановление Крепса за контрреволюционную деятельность заключить в исправительный трудовой лагерь на пять лет. И направить с первым отходящим этапом в бухту Нагаева в распоряжение начальника Севвостлага. Считается, что Евгений Михайлович провел три года на Колыме. Это не так. По какой-то причине два с половиной года он находился в печально известном пересыльном лагере под Владивостоком, вторая речка. Вот сейчас здесь к этому месту уже вплотную подступила жилая и полужилая застройка. Тем не менее поставили вот такой монумент с надписью о том, что здесь располагался пересыльный лагерь, через который прошли сотни тысяч невинных ватгулага. В том числе и наш Евгений Михайлович, который здесь провел два с половиной года. Дальше, как он пишет сам в своих воспоминаниях, он в декабре 1939 года наконец был этап на Колыму. И вот смотрите, какой путь надо было проделать. Из Владивостока, южнее Сахалина, вот сюда, в бухту Нагаева, в Магадан. Я была изумлена, а как можно было в декабре месяце отправиться водным путем по Охотскому морю? Изучив его гидрологический режим, я узнала, что оказывается северо-западная часть Охотского моря замерзает, а южная нет, потому что Евгений Михайлович в воспоминаниях описывал страшный шторм, в который попало их судно в декабре. И вот оказывается, ледовую часть Охотского моря сопровождал наш ледокол Красин, который сейчас стоит на причале берега Васильевского острова. Он обеспечивал проход судов заключенными, и, собственно говоря, эта навигация продолжалась целый год. Круглогодично. И вот в следственном деле Крэпса, на счастье, оказалось более десятка писем, направленных Арбели в его защиту. Комиссару госпезопасности Заковскому, прокурору Вышинскому, Молотову, наркома внутренних дел Берии, народному комиссару обороны маршалу Ворошилову, старшему майору госпезопасности Камдиву Чернышову, наркома госпезопасности Меркулова. Я хочу сказать, чтобы Вы понимали, что писать такие письма для Леона Абгаровича было совершенно небезопасное занятие. Вот представьте себе, если человек защищает осужденного по 58 статье за контрреволюцию. Ну что можно подумать? Либо он сам как-то симпатизирует этим взглядом, либо если обнаружится ошибка в действиях следственных органов и НКВД, то это тоже, наверное, никто не хочет признавать свои ошибки. Поэтому и здесь Арбели бы не помогли ни высокое звание академика, ни те посты, которые он занимал, потому что мы хорошо знаем, что ничто не спасало человека, который встал поперек дороги. Тем не менее, как только Крепс был арестован, а это случилось в апреле 37-го года, Арбели тут же вступил в борьбу за своего близкого друга и коллегу. Ну вот я, конечно, не буду читать вам все эти письма. Еще раз хочу адресовать вас к книге, которая есть в нашем институте. Но вот основное письмо Борошилову, где, собственно говоря, какие он приводит аргументы. Ну, достаточно, видимо, бесполезно говорить о том, что человек невиновен. Аргументы он приводит такие, что Крепс необходим для обеспечения обороны нашей страны, поскольку Крепс входил в ИПРОН, в комиссию по подводной физиологии, был очень специалистом высокого класса в этой области, и он нужен был стране как специалист такого уровня. И Ворошилов лично был знаком с работой этой комиссии, с Крепсом, поэтому, собственно говоря, первое письмо было адресовано ему. Дальше письмо Берии. Ну, и вот, собственно говоря, в 1939 году, весной 1939 года, 27 февраля, так, у меня здесь написано, в 1940 году, содержание, наконец, была одержана победа благодаря вот таким невероятным усилиям арбели, и содержание в лагере было заменено на проживание в городах Москва, Ленинград и Киев до 25 апреля 1942 года. Но Арбели и на этом не успокоился, а в последующих письмах, которые он адресовал, опять-таки, Берии, Меркулову, он добился того, чтобы Крепсу было разрешено проживать во всех городах, а потом вернуться и из эвакуации в Казани. После того, как закончилась война, институт физиологии возвращался в Ленинград. И, собственно говоря, вот только постановлением особой комиссии НКВД 7 октября 1944 года Крепсу было разрешено свободно проживать на территории СССР. Ну и вот на этой фотографии Евгений Михайлович счастливый в лагерном бушлате у дверей физиологического института. Хочу сказать, что это действительно была та ситуация, когда Леон Абгарович спас жизнь Крепсу, потому что постановление об освобождении, вернее, о замене одного приговора на значительно более мягкий застало его в тюремной больнице. И представляете, что оказаться зимой в Магадане в больнице с двусторонним воспалением легких шансов у Крепса было немного. И только, как он сам пишет, с помутненным сознанием, когда до него дошло, что это освобождение, то каким-то невероятным усилием воли, поразительным жизнелюбием, которым владел этот человек, он встал на ноги и поправился. Поэтому не будь Арбели таким настойчивым в освобождении Крепса. И судьба нашего института, и нас с вами, наверное, могла бы сложиться совсем по-другому. Второй сюжет, о котором я хочу рассказать, связан с Конрадом Лоренцем. И здесь тоже очень интересная история, связанная с Леоном Гарычем Арбели. Ну, вам, наверное, прекрасно знакомо имя Лоренца. Это австрийский зоолог, зоопсихолог, один основоположник фатологии, который получил в 1973 году Нобелевскую премию вместе с Тинбергеном и Карлом Фришем за открытие, связанное с созданием моделей индивидуального и группового поведения животных. Надо сказать, что биография этого человека чрезвычайно интересна. У меня, конечно, нет времени, и сейчас не тот формат нашей встречи для того, чтобы не об этом говорить, но у него была длинная, счастливая и интересная жизнь. Он родился в обеспеченной семье. Его отец был крупным, известным на весь мир хирургом-ортопедом. Они жили под Веной, у них был большой дом и большая территория вокруг. И уже в детстве Лоренц, собственно говоря, стал ученым-натуралистом, потому что он окружил себя большим количеством животных и птиц, наблюдал за их поведением, делал выводы. К 17 годам прочитал уже всю литературу по биологии, которая имелась к тому времени. Получил прекрасное европейское образование, изучал зоологию, изучал сравнительную анатомию, морфологию. Потом закончил медицинский университет в Вене. И, в общем, вся его жизнь складывалась удачной и как бы шла по накатанной. Он был страшно увлечен своей работой. Но потом наступила война. Сейчас я об этом скажу чуть позже. Вот тут я вам хочу показать те книги, которые вы наверняка знаете. Они массово издавались в советское время, да и сейчас. И многие, наверное, читали. Ну вот «Кольцо царя Соломона», «Человек находит друга». Это книги как бы научно-популярные. Есть книги более серьезные, сугубо научные. Вот, скажем, книга «Оборотная сторона зеркала», которая была написана им в советском плену, о чем я скажу позже. И это такое очень серьезное научно-философское произведение, которое посвящено анализу поведения животных. И не только животных, но и человека. Он анализирует, скорее, это такая из области человековедения, культурологии с позицией биолога. Больше всего меня... Эту книгу я прочитала за лето. Она довольно сложно написана. Больше всего меня поразила такая вещь, что он абсолютный дарвинист. И все изложение закономерности поведения животных, которые он изучал, он излагает совершенно эволюционных позиций, так как мы понимаем эволюцию функций, функциональную эволюцию. Прослеживая приобретенные, врожденные инстинкты, переходные формы, все время связывая это с изменением функции животного. И хочу сказать, что если бы он работал в нашем институте, то любые страницы его книги украсили бы наш отчет по госзаданию. В общем, просто рекомендую почитать. Это очень интересная. Вторая книга, которая на меня произвела, я тоже ее прочитала, это книга «Агрессия» или так называемое «Зло. Естественная история агрессивности», которую он написал в 1963 году. Она тоже в разных изданиях выходила, и в СССР, и потом в Российской Федерации. Он много очень писал об агрессии у животных, о том, что она выполняет видосохраняющую функцию. Она нужна животным для разных целей, для сохранения потомства, для расселения по территории, для того, чтобы осуществлялся селекционный отбор в пользу более физически развитых и сильных особей. Однако он пишет, что есть веские основания считать внутривидовую агрессию человека наиболее серьезной опасностью, которая грозит нам в современных условиях культурно-исторического и технического развития. Вот представляете, мы ведь часто говорим о том, что какая судьба ждет человеческую цивилизацию. Но когда мы говорим в пестимистических нотах, то мы говорим о глобальном изменении климата, исчерпывании ресурсов Земли, перенаселения. Я была поражена тем, что Лоренц пишет о внутривидовой агрессии. Причем пишет он это в конце 50-х годов, когда прошла страшная война, и уровень агрессии в обществе был минимален. Тем не менее, он считает это серьезной опасностью, потому что, наверное, знаете такую мысль, мне кажется, даже он первый ее высказал, о том, что у человека, в отличие от тех животных, которые обладают в своем теле физическими орудиями убийства, когти, зубы, физическая сила, то у таких животных есть запрет, мораль, он это называет в кавычках, он первый ввел вообще понятие морали, говоря о животных, мораль на убийство себе подобных. У человека, который не обладает в своем теле такими способами убийства, у него нет генетически запрограммированного запрета на убийство себе подобных. И поэтому человек на протяжении всей своей истории постоянно убивает друг друга. И, в общем, вот он считает, что внутривидовая агрессия. Да, еще я забыла про причины, которые мы обсуждаем, сказать о том, что Татьяна Владимировна Черниговская нам еще искусственным интеллектом угрожает, что это тоже, значит, нам грозит. Но вот, тем не менее, Лоренц пишет серьезные вещи о внутривидовой агрессии. Книгу, правда, свою он кончает очень оптимистично, но, не знаю, мне кажется, это спорное его утверждение о том, что, как он называет, великие конструкторы эволюции, изменчивый естественный отбор, должны с человеческой популяцией сделать такое, что люди должны полюбить друг друга, просто как представители одного биологического вида, независимо от политических взглядов, религий, национальности, сексуальной ориентации и так далее. Но оставлю без комментариев. И он сам, по-моему, в это не очень верит. Ну так вот, возвращаясь к его биографии. В 1941 году он был призван в немецкую армию, как австрийский подданный, она была в составе Германии. Он был призван с поста профессора психофизиологии Кёнигсбергского университета. Но с оружием в руках он не воевал, а поскольку был врачом, то до начала 1944 года он работал в Польше в Толовом госпитале, а затем в 1944 году был призван в действующую армию. Но в действующую армию он тоже не воюет с оружием в руках, а тоже является врачом, неврологом и психиатром в одном из подразделений немецкой армии. Под Витебском он попадает в плен. Их дивизия попадает в окружение, он оказывается в плену. И таким образом почти три года он проводит на территории Советского Союза, сменив 11 лагерей для военно-пленных. И в марте 1946 года он попадает в лагерь номер 115 в Ереване. Это тоже такая интересная подробность. Через этот лагерь прошло около 20 тысяч военно-пленных. разных национальностей, в основном немцы. Они участвовали в строительстве огромного количества объектов в Армении, Севанской ГЭС и много еще другого. Но поскольку он был врачом, он тоже не работал с киркой и с лопатой, а занимался тем, что он лечил как военно-пленных, так, вероятно, и лагерное начальство. У них тоже были родственники и местное население. Поэтому, хотя условия жизни были тяжелые, потому что они все голодали, но, тем не менее, для него жизнь в лагере военно-пленных была достаточно посильной, и у него было свободное время. Там он пишет главный свой научный труд в Ереване, которое на русском, в переводе на русский звучит, введение сравнительное исследование поведения, которое впоследствии легла в основу труда оборотная сторона зеркала, о которой я вам говорила. Но как вообще могло так случиться, что военно-пленные пишут книгу? Им вообще не давали ни ручки, ни бумаги, ему и переписываться было запрещено. Тем не менее, вот благодаря своим качествам характера, невероятной коммуникабельности он общался с местным населением, и к нему хорошо относилось лагерное начальство, и вначале он писал на разрезанных мешках из-под цемента и гвоздем с марганцовкой. Большое количество рукописей было именно так и сделано, но потом его стали снабжать ученическими тетрадками и пером, и он мог уже более нормальным способом писать свою рукопись. А дальше случилось вот что. Значит, в сентябре 1947 года, вообще вся осенью 1947 года вообще вся тема военно-пленных закрывается. Было принято соглашение между США, Великобританией и Советским Союзом о том, что до 31 декабря все военно-пленные должны отправиться домой. 115-й лагерь закрывается, и все уезжают, все военно-пленные. Лоренц озабочен тем, как ему увезти с собой домой эту рукопись. Он получает разрешение на это при условии, что он изготовит машинописные экземпляры, свои рукописи, которые должны остаться в СССР, и пройти тщательную проверку цензора НКВД. Для этого его переправляют, этапируют в Красногорский особый оперативно-пересыльный лагерь номер 27. Он находится под Москвой. Это уникальный такой элитный лагерь для немецкого генералитета. Там хорошие условия, нормальные условия жизни. Туда помещают профессоров, докторов наук. То есть идея, так сказать, использовать интеллектуальный потенциал этих людей для нужд Советского Союза. И там, кстати, была создана антифашистская школа, в которой обучались пленные офицеры. И из этой школы вышла вся политическая элита будущего ГДР. Короче говоря, там ему дают печатную машинку. И он за два месяца печатает свою рукопись, передает ее начальнику лагеря и начинает ожидать, когда же цензор ознакомится с содержанием. Но случилась какая-то непонятная вещь. Довольно скоро начальник лагеря его вызвал и спросил под честное слово, нет ли там какой-то политики. Тот сказал, что политики нет. И уже в декабре 47-го года Лоренц вместе с рукописным экземпляром, а это было 700 страниц, с рукописным экземпляром своей книги он уезжает в Австрию. Как это могло случиться? Может быть, не нашлось цензора, который прочитал бы 200 страниц машинописанного текста через один экземпляр на немецком языке, довольно сложным научным языком, или необходимо было как-то, оказия была, может быть, в Австрии. В общем, это осталось непонятным, почему, собственно говоря, его отпустили под честное слово. Он даже об этом упоминает в своей биографии на сайте Нобелевского комитета. Он когда получал Нобелевскую премию, то лауреат, они пишут свою биографию. Он там тоже пишет о том, что вот так первый раз под честное слово случился такой случай. Так, и вот как же все это могло произойти? Я хочу вернуться к Арбели. Оказывается, уже в 90-х годах, когда интерес к он роду Лоренцу был очень большой, то стали, обнаружили в архивах целый ряд документов, связанных с Лоренцем. Нашли вот эти самые два экземпляра вот этого машинописанного текста. И Елена Анатольевна Гороховская, ведущая научно-сотрудник Института истории, естествознания и техники имени Вавилова, она обнаружила письмо. Вот это письмо, собственно говоря, самый интересный момент. Письмо написано, это оригинал письма, был в архиве, который она нашла, в котором он пишет, вот здесь справа, слева копия письма, а справа письмо от Лоренца. «Глубоко уважаемый господин академик, в свое время я написала вам из Еревана и позволил себе обратиться к вам за советом относительно моей сочиненной в плену книги. Я, несомненно, благодарен вашему любезному тердействию и получила возможность здесь, в Красногорске, переписать на пишущей машинку эту рукопись, за что выражаю вам огромную благодарность». И Елена Гороховская, которая вот обнаружила это письмо, почему-то никто ее не упоминает, поэтому я с удовольствием хочу восполнить эту несправедливость и сказать, что именно ей принадлежит обнаружение в архивах этого письма вместе с рукописью. Она считает, что, хотя имя человека не указано, но она считает, что это арбели, и есть и другие аргументы, о которых я скажу чуть позже. Значит, положительную роль сыграла и характеристика, которую Лоренц получил в лагере. Вот видите, тут средний абзац. «Военно-пленный Лоренц характеризуется положительно, дисциплинирован, к труду относится добросовестно, политически развит, принимает активное участие в антифашистской работе и пользуется доверием и авторитетом среди военно-пленных». Видите, жанр, характеристик мало изменился с тех времен. И что произошло на самом деле, до конца мы уже не узнаем, но я ориентируюсь в основном, в первую очередь, на то, что думает Гороховская, и на то, что армянские коллеги, которые занимались этим вопросом. Как вообще письмо военно-пленного могло быть отправлено Арбеле и найти адресата? У военно-пленных вообще не было возможности переписки ни с кем, даже с родственниками. Первый человек, да, вот я здесь написала, что это версия Эдгара Амраяна. Эдгар Амраян – это современный армянский художник и литератор, историк, который сейчас живет в Ереване. И он приезжал в Альтенберг, там, где сейчас музей Конрада Лоренца, рассматривал домашние архивы. И у него есть свои версии, как бы глубоко погружен в теме. Заканчиваю, да? Все, сейчас, да-да-да. Погружен в тему. И, значит, кто мог организовать это письмо Арбеле? Сам Лоренц, может быть, даже он и не знал, что это Арбеле. Организовать это письмо мог Авсеп Григорян, врач-ортопед, который работал в лагере 115 и близко общался с Лоренцем. А второй кандидат – это Марк Григорян, они однофамильцы. Это знаменитый армянский архитектор, думаю, что многие знают это имя. В 1945 году по его проекту начало строиться Метанадаран – хранилище древних армянских рукописей. И лагерь 115 принимал участие в рытье котлована на первых этапах строительства. Марк Григорян вполне мог быть знаком с Лоренцем, и он же мог быть тем человеком, который мог организовать передачу этого письма Арбели. Здесь может быть еще одна ниточка, связанная с Осипом Арбели, потому что строительство вот этих древних зданий для этих древних армянских рукописей, собственно говоря, оно было все время, так сказать, под большим прессингом Иосифа Арбели, потому что он был очень озабочен хранением этих рукописей, которые были изъяты из Эчмиадзинского монастыря, национализированы и хранились, по-моему, в картинной галерее в Ереване. И поэтому он очень активно содействовал строительству этого здания и был близко, конечно, знаком с Григоряном. Поэтому вполне возможно, что это произошло и через Иосифа Арбели. Как бы то ни было, стопроцентных доказательств о том, что это был Леон Абгарович Арбели, нет. Но вот те аргументы, которые я вам привела, и еще один аргумент. Самый главный аргумент – то, что он для армянской интеллигенции был своим человеком. Кому ему еще писать? Академику, связанному с армией, как не Арбели. И один аргумент еще приводит Гроховская, который связан с тем, она проанализировала рукописные экземпляры и те, которые, в смысле машинописные, которые остались в архиве, и те, которые он увез с собой. Потом была издана книга. И увидела, что машинописные экземпляры были серьезно переработаны и дополнены. Если бы Лоренс рассчитывал на то, что это будет читать малограмотный цензор, он бы не стал перерабатывать эти рукописи. Вполне вероятно, что он рассчитывал на то, что читать их будет компетентный ученый-биолог. Ну и в конце я хочу выразить благодарность в первую очередь от себя и от всех нас. Хочу поблагодарить Леон Тихону Захарову и других сотрудников ИЭМа за ту работу, которую они провели в архивах ФСБ. и то, что теперь стали доступны нам сведения о дорогих и близких нам людям. И выразить признательность Эдгару Амраяну за те телефонные беседы, которые мы с ним имели. И спасибо организаторам за возможность мне рассказать о том, что мне казалось важным и интересным. Спасибо. Спасибо вам большое. Большое спасибо Римма Германова. Потрясающий доклад. Совершенно согласен. Я отчасти, конечно, знал эту версию, но таких детальных доказательств, конечно, первый раз слышу. Очень интересно. Так, дорогие коллеги, мы немножко выбиваемся, поэтому позвольте пригласить следующего доклада.